В эфире программа Познер. После очень солидного, замечательного отпуска, вот, наконец, программа вернулась. К моей радости, я надеюсь, к вашей тоже. Вот, значит, вообще было много интересного этим летом. И потом, когда я вернулся в Москву, тоже было немало интересного. Не так давно состоялись дебаты, в которых я участвовал на тему «Верю-не верю». «Верю», значит, моим оппонентом был главный раввин России Берлазар. Ну, он, естественно, говорил, что Бог есть, а я, как известный атеист, говорил, что Бога нет. Ну, в общем, есть, нет, вопрос другой. Но сегодня в нашей программе есть совершенно конкретный гость, который я хочу вам представить. Это выдающийся танцор Сергей Полунин. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Наверное, считает, что я с вами буду говорить о балете. Ну, я буду говорить о балете, но это не главное. Я хочу говорить с вами о вас в большей степени, а уж о балете постольку-поскольку. А хочу начать вот с чего. Вот, я говорил, что было много интересного у меня летом и потом. И были вещи, которые меня... Ну, их, которые я запомнил надолго. Последний фильм Квентина Тарантино, который называется «Однажды в Голливуде». Потом выступление президента Франции Макрон перед французскими послами. Было невероятно интересное. Ну, и потом финал открытого первенства Соединенных Штатов по теннису. Вот это у меня... А у вас были какие-то вещи, которые вы запомнили, которые для вас были как-то так вот, не то чтобы даже важными, а вот произвели на вас впечатление за последние, не знаю, 2-3 месяца? Фух. Сейчас вспоминаю. Наверное, самое важное – это с моей девушкой. Я проводил время, и это то, что я сейчас помню. Ну, это что ж, хорошее дело. Но, вы знаете, если бы вы мне сказали, что вы читали речь Макрона, я бы, честно говоря, сильно удивился, потому что никто из моих знакомых ее не читал, да и средства массовой информации как-то игнорировали довольно сильно. Вообще, вы политикой интересуетесь? Интересуюсь, да. Это мне нравится, но на интуитивном уровне. То есть я не слушаю это дословно. Значит, все знают, но я это повторю, у вас на груди татуировка Путина. Это вообще отражает ваши политические симпатии? Или к политике это не имеет отношения? Я разделяю мир на добро и зло. И для меня Россия, и Путин – это добро. Добро, понятно. Хорошо. Еще потом я вернусь к этой татуировке, наверное. Вот вы себя притисляете к какой-то… Ну, добро и зло – это все-таки понятия очень основательные, но никак не политические. Ну, вот вы, например, себя относитесь, скажем, к либералам, или, наоборот, к консерваторам, или к западникам, или к тому, что когда-то называли там славянофилом. У вас есть какое-то ощущение, что вы в каком-то… Ну, не то чтобы лагере, но ваша симпатия где-то вот там. Нет, опять же, внутренняя борьба от добра и зла. И все. Да, это основное. Понятно. Хорошо. Вот вам знакомо французское выражение, по-французски звучит так – enfant terrible. По-русски иногда – enfant terrible. Знакомое? Да, да, да. Ну вот, а нашим зрителям, возможно, это не так знакомо, поэтому я объясню. Буквально в переводе это значит «ужасный ребенок». На самом же деле это применялось по отношению к детям, которые всех достают. Знаете, вот, которые плохо себя ведут, все время что-то делают, капризничают и так далее. А потом это перенесли уже на взрослых. То есть на взрослого человека, который тоже ведет себя, всех достает, и вообще немножко инфантильно, может быть, иногда. Ну вот, такое вот. Вот скажите, пожалуйста, вот, если учитывать все ваши разные кульбиты, я бы так их назвал, как вам кажется, вот это применимо к вам, что вы в какой-то степени enfant terrible? Я бы… нет. Нет, да? Нет. Ну, хорошо, ладно. Вы знаете, я, естественно, готовился к встрече с вами и читал о вас много, о вас очень много написано. Написано, сказано по телевидению и так далее, причем как хорошего, так и не очень. Вообще, вас волнует то, что о вас пишут, то, что о вас говорят? Это вас может расстроить или обрадовать? Или вообще вы на это не обращаете внимания? Мне кажется, нельзя не обращать. Это задевает иногда. Это влияет. Это влияет на продюсерскую карьеру, которую я выстраиваю. Я не могу танцевать в театрах, в которых я хотел бы станцевать. То есть, что критики пишут, это тоже… В этом смысле, да? Да, это влияет на деньги, которые поступают на мои проекты. Поэтому это не может не задевать. Вот, и ты все-таки человек, живой человек. Но, с другой стороны, приятно, когда просто про тебя пишут. И я благодарен, что вообще кто-то тратит свое время на то, чтобы что-то написать или сказать. Да, если это не очень похвально. Да, потому что самое главное, что у нас есть, это наша энергия и время. Если человек тратит ее на меня, я ему тоже за это благодарен. Вот, но это на самом деле трогает. Трогает, потому что ты все-таки артист, ты живой человек. И в какой-то степени ты тонкости всего ощущаешь и понимаешь. Вот, и да, это влияет, расстраивает, делает больно. Но ты шаг за шагом пытаешься встать. Вот. И двигаться дальше. Знаете, вот, есть такая категория людей, которые меня всегда поражают. Это человек, который добивается больших успехов, даже очень больших. и достигает высот. И, так сказать, на грани просто настоящего прорыва. А потом этот же человек делает нечто такое, что сводит все на нет. То есть занимается в какой-то степени разрушением собственного успеха. Это не один такой человек. Это есть такая категория людей. Иногда даже думаешь, что они боятся этого прорыва и сами себя рушат. Ну, это, так сказать, моя фантазия. Вот. Но когда я вас читаю, у меня иногда вот, когда я читал, ну, возникала такая аналогия. У вас нет такого, что вы свой собственный успех время от времени под откос спускаете? Есть такое. Вот. Когда выстраиваешь что-то, и ты недоволен тем, что ты выстроил, то ты это должен разрушить, чтобы выстроить новую какую-то систему. Ну, давайте так. Вот. Вы меня поправите, если я ошибаюсь, в фактах. Но, насколько я помню, вам было совсем мало лет, три года или четыре, когда вы стали заниматься гимнастикой. Причем очень серьезно. Чуть старше были, вы занимались даже по шесть часов в день, бывало. И вы говорили, что вы выиграете золотую медаль олимпийскую. Было дело. Да, да. Потом, в восемь лет, вы ушли из гимнастики и перешли в танцы. Это было ваше решение в восемь лет или родительское? Наверное, больше мое, потому что я заболел на два месяца и ушел с гимнастики. Когда вернулся, я уже не был лучшим. Я не был на той позиции. А вам лучше нравится быть, так я понимаю. В гимнастике это было важно, потому что ты идешь на золотую медаль. Вот твоя цель и миссия. Ну да. Хорошо. Значит, вот вы переходите в танцы. Успехи феноменальные. Вы то ли в одиннадцать, то ли в двенадцать лет уже выигрываете первое место на престижном художественном международном конкурсе имени Сержа Лефаря. В двенадцать или в тринадцать, благодаря фонду Нюриева, вас отправляют учиться в балетную школу королевского балета английского. Очень престижное место. Кстати, когда вы узнали, что вы туда едете, вы помните свою реакцию? Да, я был счастлив. Но больше счастлив из-за того, что мне не надо было учить уроки. Потому что там только был балет. Так, хорошо. Значит, учились вы блестяще совершенно в этой школе. Окончили ее в семнадцать лет. В семнадцать лет вас приглашают в труппу королевского балета. Тоже ведь на улице не валяется. Все-таки балет очень известный. Вы там сразу выделяетесь. И через два года вы становитесь тем, что в Англии называется принципл, по-русски премьером, самым молодым премьером в истории этой труппы. Ну, просто карьера складывается... Ну, лучше трудно себе представить, так сказать. Вот уже светит такая известность, как Нуриев, как Барышников. Ну, вот-вот-вот оно все произойдет. И вы через три года совершенно неожиданно для всех уходите. Так, кстати, когда вам предложили роль вот этого вот премьера, как это произошло? Ну что, директор балета пригласил вас, сказал, мистер Полунин... Не, произошло это как-то странно. Я выходил даже с офиса, и директор мне сказал, а, кстати, ты будешь премьером. Ну, хорошо, вы подписали какой-то контракт? Нет, контракт только вначале подписывается, а потом ты уже двигаешься по ступенькам, уже без... Ну, вас это обрадовало? А, конечно, да, но сразу же я огорчила, потому что ты достигаешь верха, и больше уже некуда было двигаться. То есть ты премьер, и уже больше, чем... И все, да, то есть я посмотрел на следующие 10 лет, которые меня ждут, я не увидел никакой перспективы, никакой свободы передвижения там. Ну, хорошо. А вас? Ну, все-таки я назвал две вот такие фамилии, Нуреев и Барышников. Видимо, когда они танцевали, ну, более-менее постоянно в каком-то театре, они тоже были премьерами, но вам не казалось, что у них прекрасно складывается жизнь, и что у вас могло бы так же быть? Ну, они были свободными людьми, а все-таки, когда ты премьер в Королевском, я чувствовал себя... Тем более я пришел с школы, и к тебе отношение немножко другое. То есть ты не... Ладно. Возвращаясь к этому, значит, вы взяли и ушли. Неожиданно, совершенно, то есть просто шок. Об этом даже говорили, что это прямо шок. Я читал... Вам задавали этот вопрос много раз, почему вы ушли? Я читал ваши ответы. Они были для меня странными и неубедительными. Мне казалось, что вы даже уходите от ответа. В одном случае вы даже сказали, что вы ушли, чтобы открыть салон тату. Ну, тут я долго смеялся, хотя у вас есть татуировки, но вряд ли. Значит, мы сейчас уйдем на рекламу, и я вас попрошу все-таки подумать и ответить мне, почему же вы ушли. Реклама. Итак, вы ушли из королевского балета, будучи премьером с многообещающей карьерой. Во-первых, это было спонтанным решением? Спонтанным, да. Абсолютно спонтанным. Я многое из-за этого потерял, включая английский паспорт и итальянский паспорт, которые мне давали буквально через месяц. Почему я это сделала? Не было ответа на этот вопрос в тот момент. Я сейчас к этому прихожу. Почему? Потому что я увидел свою миссию, увидел, что я могу сделать с балетом, увидел, как можно систему поменять. А тогда я не знал, зачем и что происходит. И это было интуитивное решение, быстрое. Я почувствовал ситуацию, время. И я хотел без всякого скандала тихо уйти и найти тот путь, почему я это делаю. То есть вообще для вас, по-видимому, интуиция играет огромную роль? Только на... Я живу только интуицией. Я не беру информацию с книг, с телевизора. Я ощущаю природу. То есть я ощущаю Вселенную. И даже до встречи с вами я видел ситуацию, что я с вами разговариваю. Неделю до того, как мне предложили с вами встретиться. Вот поэтому какая-то информация приходит, я ее вижу. Вот вы знаете, когда я думаю так, когда театр, например, нанимает, или собирается нанять человека, то его изучают. Какой он талант? Какие достижения? Какой характер? Ну, все эти вещи, которые имеют значение. И, конечно, ваш поступок, вот ваш такой уход, вы ушли тихо, но он все равно был громким. Как бы вы ни ушли, никуда не денешься, потому что это было неожиданно. Конечно же, настраивало бы в дальнейшем людей, с этим человеком трудно иметь место в дело. Вроде бы он с тобой, да, подписал контракт, а потом бабаться, и вот тебе здрасте. И поэтому, конечно, я понимаю, что как-то дальше говорили, не надо нам Полунина, это уже, мы уже видели, что было и так далее. Потом постепенно, все-таки со временем, острота этого положения немножко, так сказать, прошла. Вы стали ездить, триумфально, где бы вы ни выступали, это известно. У вас украинский паспорт был, есть, который не сильно помогает с точки зрения получения виз, но потом, в 16-м году, вы стали гражданином Сербии. Другое дело, там есть особое правило, Сербия, так сказать, в зоне Шенген, виза не нужна и так далее. Вот с какой целью вы стали гражданином Сербии? Просто потому, что это удобно, или у вас какие-то особые чувства? Сербия, не знаю, не мое было решение. А чье? Людей Сербии, кто-то захотел... Как, вдруг сербы пришли к вам и сказали, а, Сергей Владимирович, будьте любезны. Мне кажется, показалось, что хорошо иметь такого гражданина. Вот так. И да, и помогли мне. На что, я супер благодарен, потому что в Китае не нужна виза, в Японии не нужна виза. Да, да. Но это я потом узнал. А вот так, да? Да. А когда мне давали, я не понимал, зачем, потому что... Но вы не отказались. Не отказался, потому что у меня одна из целей собрать как можно больше паспортов, что в конце жизни... Ну, у вас их всего три, так что... Кинуть их на стол и сказать, какие дураки мы. Все люди, да, конечно. Хорошо. Значит, смотрите, через два года после того, как вы получили паспорт в Сербии 25 ноября 18-го года вы вот набили на грудь вот эту татуировку Путина, что вызвало бурю, так сказать, реакций во всем мире, как будто это вообще самая главная новость, которая только есть, что-то довольно удивительно, но тем не менее это было. Вы вообще, когда это сделали, я понимаю, видимо, тоже интуитивно, но все-таки вы не подумали о том, что учитывая отношения к Путину в мире, не всюду, но все-таки в основном, да, в Европе, в Америке, в Англии и так далее, то вы себя опять вредите, что это... Потому что это воспринимается как заявление. Я за Путина. Вы об этом не подумали? Когда я делал, я это делал как защиту, как защиту, не знаю, русских людей и самого Путина, и мне было обидно, что все-таки какая-то линия неправды шла в СМИ против России вообще и против Путина. И вот это было мое такое громкое заявление, что все-таки мне кажется, правда здесь, правда в России. Вот. Но за это меня сильно наказали. Конечно, у меня много лет работы, просто ушло за неделю. Вот. Не жалеете? Не то, чтобы не жалей, но я выбрал сложнее путь. То есть, этот путь, он не... непростой и много... много против чего пытаешься что-то делать, и тебе... тебе это убирают. То есть, да, будь то Италия, будь то Англия, будь то Америка. Вот. Тебе просто палки в колеса ставят. Вот это сложнее путь, но мне кажется, в конце этого пути все равно что-то правильное будет. Вот. Но поначалу было очень тяжело, и много лет работы, оно просто... Ну да. Просто все убрали. На следующий день, это было уже 26 ноября, вы опубликовали в Инстаграме фотографию эту, этой татуировки, вот со следующими словами. Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Через 4 дня вы объявляете, что вы получили российский паспорт. Положа руку на сердце, нет никакой связи между появлением этой татуировки, вашими словами и вручением паспорта. Как вы думаете? Вы просили? Русский паспорт я всегда хотел, и у меня никогда не получалось его получить. Вот, я много лет пытался, и все-таки родственники с России, и как-то для меня это было важно. Но я получил русский паспорт, когда мне запрет внесли въезд в Украину. Мне помогли. Это просто дало толчок, чтобы я быстрее паспорт получил, но хотел я его много лет получить. И у меня что-то всегда... Вас не... Вам отказали во въезде в Украину, хотя у вас был украинский паспорт? Да, и хотели вообще забрать гражданство, но потом... За что? Когда я выступил в Крыму... Ага, в Крыму. То есть, меня сразу внесли в списки, и было собрание, где хотели гражданство лишить, но не смогли, потому что это нелегально. Кстати, о Крыме. Значит, в августе 19-го года вы стали исполняющим обязанность директора Академии хореографии Севастополя. Так? Буквально на следующий день в Крым прилетел Владимир Путин, чтобы посмотреть «Спартак» в вашем исполнении. Танцевали. И говорят, что потом у него был с вами такой разговор, что он... Якобы такая цитата. Вы такой модный, востребованный, такой нарасхват, и будете сюда ездить, имея в виду Академию. На что ответили вы дети? Это счастье. Имея в виду вот своих учеников, будущих и так далее. Значит, ваша работа, ваше появление в Севастополе сработало против вас с точки зрения украинцев, Украины. Да, да, да. А еще что-нибудь? Нет? Вы не опасались, что вообще могут быть какие-то санкции не только украинские? Да, в Европе. И они были. И они были. Да, то есть Польша отказалась от гастролей. Ну, много стран отказались принимать меня. То есть, и вы, конечно, не могли не понимать, что, скорее всего, что-то такое будет. Ну, да, конечно, понимаешь. Но ты должен всегда быть готов до конца идти и понести полное полное наказание. То есть... Так, не могу не спросить о следующем. Значит, вы должны были в начале этого года танцевать в Лебедином озере в Париже, в Парижской опере. И вам отказали. Отказали, значит, в Твиттере оперы, я его цитирую, сказано так. «Принимая во внимание публичные высказывания Сергея Полунина, художественный руководитель балетной труппы Орелия Дюон приняла решение отозвать приглашение артисту, поскольку эти высказывания не соответствуют ее ценностям, а также ценностям учреждения». Я не буду цитировать эти высказывания, о которых она говорит, но вас обвинили, читая их, в гомофобии, трансфобности, женоненавидчивости и жестокости. Причем жестокость связана с тем, что вы очень резко говорили о толстых, и что вообще в принципе их надо так сказать физически наказывать. Значит, я хочу вас прямо спросить. Вы вообще гомофоб? Нет. Нет? Нет. Все, больше мне ничего не надо. Да или нет? А то обычно люди начинают там объясняться. Нет, хорошо. А почему вы так плохо относитесь к толстым? Иногда ведь человек толстый даже не по собственной вине, и очень трудно потерять вес. Нет, я все понимаю. на тот момент там много разных причин, почему я это сделал. Одна из, мне надо было себе в ногу стрельнуть, потому что я много чего сказал, чего в принципе нельзя говорить, и никто об этом не говорит. Да. А вот в мире про тайные сообщества и тому подобное, и я начал чувствовать интуитивно опасность. Про тайные сообщества? Да. Вы считаете, что они существуют? Да, я с ними дружу, я их знаю, вот, поэтому... Как вы их знаете, простите, тут совсем неожиданно. Опять же, наверное, нанесу себе вред, но я дружу с таким Джейкоб Росчайлд. Джейкоб Росчайлд это один из самых влиятельных западных людей, и я считаю, вообще, почему западная война идет с Россией, потому что финансовая система России, она не... она не подвластна ему, его семье и... вот, и тайным сообществам. Вы считаете, что он является членом этой какой-то тайной... Я считаю, да, он один из главных, да. Но в то же время он мне помогает, я с ним дружу, вот, но я отношу его, эти сообщества к тайным, к темным силам. К темным? К темным, да, это абсолютно темная сила, я с ними тоже дружу, они мне тоже помогают, вот, но это темная сторона этого, этого мира, вот, и почему я люблю Россию и Путина, потому что он делает, противостоит этому балансу, вот, и он дает альтернативу. Если бы он не давал эту альтернативу, то весь мир бы, мне кажется, был бы в одних руках. Я правильно понимаю, что вы, нет, я лучше не так скажу, вы верите в существование так называемого мирового правительства? Да, есть, иллюминаты есть, масоны, конечно, они есть. я знаю многих людей, которые состоят в этом в этом сообществе, вот, я не считаю, что это что-то светлое, это темные, это темная сила, вот, они, может, сами не понимают, когда в это вступают, вот, но, ну, туда можно вступить, да, вот, но есть королевские семьи, да, есть, которые тоже в масонстве, королева Англии, я считаю, это главный масон, вот. Я думаю, что ей будет интересно это узнать, значит, уважаемые, уважаемые зрители, вот видите, вот о балете не говорим, а ведь немало интересного, правда, о балете мы еще поговорим, между прочим, так что вы чуть-чуть потерпите, сейчас реклама. Ну, вот, обещал говорить о балете, давайте поговорим чуть-чуть, хотя бы, а хочу привести ваши слова, мы должны догнать спорт и кино, я бы никому не советовал идти в балет, пока он существует в нынешней его форме, он консервативен, он консервативен, неразвит и несвободен. Вот объясните мне, пожалуйста, следующее, как вы понимаете слова догнать спорт и кино применительно к балету? Во-первых, нужны агенты и нужны менеджеры для танцоров, нету в индустрии танца такого вообще. Нету? Есть, может, редкие случаи, один-два, но в основном танцовщик, попадая в театр, он становится, так грубо говоря, рабом этой системы, и один человек, директор, решает всю его жизнь, и танцовщик в 17 лет должен понимать, сколько он должен получать, с кем он хочет танцевать, а в кино за тебя индустрия делает, да, там агенты, менеджеры, пиар-команда, в опере то же самое, все это намного более развитое, чем танцевальная индустрия, это единственное искусство, которое вот, и вообще индустрия, которая не раскрылась для, но оно неинтересно, из-за того, что там не столько много, наверное, денег, а для агентов... Так что вы это имеете в виду, когда вы будете догнать? Да, оно должно быть, это же агенты развивают футбол, да, футболисты работали на двух других работах, играли в футбол, пока агенты не начали поднимать цены, не начали на этом, наверное, спекуляции какие-то делать, и индустрия выросла до таких масштабов, имею в виду, денежных, и телевидение, и всего остального, а в балете такого вообще нет, и очень маленькие зарплаты, очень свободы нет, то есть, танцовщик Большого театра не может так просто поехать и там в Ковенгардене станцевать, вот, все как-то тесно, и конкурентность сильная, но я не понимаю, из-за чего, то есть, там ни денег нет, там нету, ни свободы, там нету, и искусства там тоже мало, потому что новые спектакли редко делают, может, раз в два года, вот, и не всегда ты в эти спектакли попадаешь, поэтому ты, ты существуешь как библиотека, ты повторяешь те балеты, которые уже существовали много лет назад. Ну, хорошо, смотрите, спорт, это, безусловно, массовое зрелище, десятки, сотни, тысяч, миллионы, десятки миллионов смотрят спортивные события разные, некоторые больше, некоторые меньше, но это массовое. Кино все-таки тоже массовое, хотя есть артхаусное кино, но в общем и в целом, вот, балет всегда был элитарен в том смысле, что, ну, аудитория небольшая, как ни крути, и все-таки аудитория, как правило, достаточно образованная, ну, все-таки развитая. Вам не кажется, что, я читал где-то, что вы не считаете, что балет должен быть элитарным, а как он может не быть? Во-первых, вы не будете ставить балет на стадионах, это нереально совершенно, ничего не увидишь, во-вторых, все-таки балет требует от тебя, ну, как вам сказать, уровня, что ли, гораздо более высокого, чем, скажем, футбольный матч или блокбастер какой-нибудь? Как вы себя это видите? Во-первых, элита, они не дураки, почему они любят балет, то есть, это такое искусство, которое тебя подымает на другой уровень сознания, это просвещает, вот, а я хочу поднять уровень сознания людей, то есть, людей, которые, возможно, не могут заплатить столько денег, чтобы в театр попасть, и я не считаю, что стадион не может балет идти на стадионе, это просто должно быть ярче, это должно быть показано тоже на экранах, чтобы каждый зритель видел, и королевский, в королевском балете у меня был опыт на Ауту-Арена, когда 12 тысяч человек смотрели Ромео и Джулетта, 7 шоу было продано, но они сказали, люди ели попкорн, Кока-Колу пили, мы не хотим иметь отношение к такому, а я, когда там побыл, станцевал, я подумал, вот, вот это направление, куда мы должны двигаться. Вы танцевали Ромео? Я нет, я не Ромео танцевал, я другую партию танцевал, шо-то, вот, в то время, вот, а сейчас, вот, месяц назад мы на Арене Деверона показывали Ромео и Джулетта, и уже я танцевал Ромео, и это было 10 тысяч человек, вот, и не, эту атмосферу, ну, не повторить, и это круче, чем даже, ну, театр, театр здорово, потому что ты эмоции видишь, а там атмосфера, зрители, энергии, тоже это красиво, но экраны очень важны, чтобы видеть эмоции. А вот когда вы говорите, что балет консервативен, не развит, не свободен, вы имеете в виду балет российский, или вообще балет? Вообще система, система балетная, которая существует, когда ты заканчиваешь школу, и у тебя один выбор, это системный балет. Так. А я хочу развить альтернативу этому системному балету. Это такая, как Дягилева система, это как Сюрк Деселе система. Она вне, чтобы спектакли, чтобы люди могли ездить там, в музыкальных фестивалях выступать в балете, то есть создавать свои спектакли. То есть я хочу сделать вот эту альтернативу существующей театральной системе. Вот послушайте, мой добрый приятель, Николай Цискоридзе, как, наверное, вы знаете, возглавляет Академию русского балета имени Вагановой. Он страстный поклонник русского классического балета. И считает, что выше этого нет ничего, и что это надо сохранять и развивать, и что мы это делаем в России, и этот балет лучше всех. И вот он очень этим, так сказать, гордится этим. А вы противник классического балета? Нет, наоборот, моя миссия это сделать классический балет более... Проблема в России, что не делают нового классического балета. То есть классический балет, он по сути в мире умер. Его круто танцуют там «Лебедино озеро», которое было сделано сто лет назад, «Рома Джулия», которая 50 лет назад. Но никто не делает, не берет классические шаги и подает это по-новому. Не обязательно менять сам язык. Классический язык, он может остаться таким. Но можно это подавать по-новому. То есть опера, они же не поют рэп. То есть они все равно поют оперу, но они делают декорации интересные, истории интересные, по-разному текст пишут. То же самое должно происходить и в классическом балете, не обязательно это в модерну ходить или в неоклассику. Это можно подавать просто по-другому. И я вот к этому и подхожу. Но это дороже стоит, это больше усилий. Рома Джулета, который мы сейчас сделали, это первый классический именно балет, который сделан по-новому. И мы подали это с другой. То есть там перерыва не было, это было за час двадцать. За час двадцать мы я извиняюсь, по-английски проще говорить, а вот это другая скорость подачи. Ничего, я переведу. Это другая скорость подачи, это другие костюмы. Ну, хорошо, это на музыку Прокофьева. На музыку Прокофьева мы взяли все классическое. Все как было. Только мы подали это по-другому. Ну, хорошо, смотрите. Классический балет это всегда история. Это либо взято из какой-нибудь книги, ну, Ромео Джилетто, пожалуйста, либо из какой-нибудь сказки, ну, там, например, «Лебединое озеро», но имеет историю начала, середина, конец, завершается, и танцор, танцовщица эту историю рассказывает, соответственно, своими движениями. Современный балет, он совершенно другой, хотя могут быть и слова, вот, скажем, ваш знаменитый клип «Take me to church» – колоссальный успех, 20 миллионов там смотрели в интернете, но вот я специально взял и перевел слова этой песни, то есть не все песни, а припева на русский, дословно, не поэтично. «Возьми меня в церковь, я преклонюсь, как собака, святыня твоей лжи, я скажу тебе о своих грехах, и ты можешь точить свой нож, предложи мне эту бессмертную смерть, Боже праведный, позволь мне отдать тебе свою жизнь». Значит, человек, не знающий эти слова и смотрящий, как вы танцуете, ну, совершенно не об этом подумает. Эти слова не будут у него возникать. Что будет возникать, я не знаю, но даже мотив «Take me, sir, church» вряд ли у него будет возникать. То есть это, там нет конкретного рассказа. И конкретный рассказ и не важен. То есть я могу танцевать про свою жизнь, директор, который поставил этот номер, он может рассказывать свою историю. Песни, слова могут быть одни, а человек, который смотрит, в этом и прелесть балета и танца, что тебе не нужен дословно. Не классического. тогда? Классического тоже это медитация. Это такой, не обязательно там дословность. Вот прелесть, что это универсальный язык. Ну, хорошо, вот вы, когда танцевали этот конкретный... Я вообще слова не знал. То есть вы не знали, что вы танцуете? Вообще не знал слова. И когда я танцевал, это был мой последний танец, тогда действия против Украины и России начинались военные, и мне помогло это. Я танцевал про молодых ребят вообще. Говоря о молодых, вот насчет этой вот вашей академии в Севастополе. Вы сетовали на то, что среди тех, кто хотел там учиться, мальчиков почти нет. Очень мало. Очень мало, да, и вообще в мире. Почему вы думаете? Потому что нужно ребрандинг делать, что такое балет. Когда я слышу балет, я сам, у меня такое отторжение, это не круто, это не по-мужски. Вот. Но пару дней назад я пришел в школу, вот я в Тель-Авиве сейчас выступал, и там было, не знаю, 40 девочек, и вообще нету ребят. Я подумал, если бы там один был мальчик, у него 40 девчонок, все его. А вам не... Вы не думаете, что... Вот как мы устроены, когда особенно мы маленькие, когда мы видим кого-то, кто что-то делает невероятно здорово, нам тоже хочется это делать, будь то играть в теннис или еще что-то. Да, обязательно должен быть лидер, это как Майкл Джордан в баскетболе. Вы не думаете, что в частности вы и не только вы таким образом можете быть примером, который привлечет то, что это красиво, потому что это увлекательно, и который привлечет учеников. В этом и есть, да, есть миссия, есть идея этим заниматься. То есть Барышников, он своим танцем, он и привлекал новых ребят. Вот, Нуреев больше путешествовал, больше там, делал какими-то делами, открывал балетные школы, балетные театры. Вот. Ну, вообще, собирали, и вообще в России будете танцевать? В России, да, в России, вот, в октябре у нас большой русский тур. А, вы будете по России ездить? По России, да, и вот в Крокос-Сити холи будем выступать, и это тоже одна из миссий, это 15 октября. А, то есть, совсем скоро. Вот, совсем скоро. И в чем вы там будете выступать? Это балет Сатори, это как раз про просветление, это про человека... Сатори, это японское что-то, нет? Да. Это про человека... Это интересно, вы знаете, потому что я сейчас снимаю фильм о Японии, поэтому мне очень интересно, а что вас в этом привлекает? Название, оно пришло потом. Вот. А поначалу, это про человека, который живет в темноте, и его путь к просветлению. Да. То есть, каждый человек, посмотрев эту историю, он может себя увидеть в этой истории. Это такое, наверное, как кино. Ты смотришь, как кино, это разговор, это как драма-разговор. Вот. Очень красивый спектакль, и он не может не тронуть очень красивая музыка. Вот. И красивая история, и искусство, и должно этим заниматься, это просветление, это... Я сейчас задам вам странный вопрос, но он вытекает немножко из того, что вы говорили. у вас никогда не было, не было такого ощущения, что вы сидите на стене и наблюдаете за собой. смотрите на себя со стороны, нет? Ну, ты должен, наверное, смотреть на себя со стороны, чтобы какой-то план составлять. Да, вот. Но обычно я смотрю на планету со стороны. На планету? На планету в целом, да. На нашу планету? Да. Не всегда это. Ну, и как она вам внушает? Какие чувства? Мне кажется, мы движемся в какой-то правильном направлении, и Россия может послужить чему-то хорошему, и примирению вообще всех стран, и чтобы войны вообще не было в мире. И как раз у Владимира Путина, мне кажется, достаточно влияния, вот, и энергии это сделать. Если он захочет двигаться в этом направлении, мне кажется, это правильный путь. Вот, если я могу чем-то помогать, там, искусством или спектаклями, я это буду делать. Если я правильно понял, значит, вы, в общем, скорее оптимист. Оптимист, да. Пару лет назад было все как-то очень, печально в мире, но вот... Сейчас стало лучше, вы думаете? Но моя интуиция подсказывала то, что сейчас будет происходить. Политика будет меняться в сторону России, ну, и вообще будут другие отношения, мне кажется, скоро. Вот, а потом можно говорить уже о более масштабном объединении вообще всех стран. Интересно. Интересно. Ну, хорошо, вы знаете, значит, я еще раз вопрос. А в каких городах вы будете, когда вы поедете? Вы знаете, где вы будете в городах? Или вы не знаете, вы только знаете, что вы поедете по России? Ну, хорошо, как долго будет длиться ваш турнир? У нас семь выступлений, и это как раз на площадках более отдаленных от театра. Вообще Россию узнаете? Вы ездили по России? Немного, но всегда получаю какую-то энергию, силы, когда езжу по России. Да, но я думаю, что вам будет интересно. Хорошо, но вы знаете, у меня есть приятель, француз, его зовут Марсель Пруст. Вы его не читали? Нет. Не читали. Ну, у него есть знаменитая книга, которая называется «В поисках утраченного времени». Это много томов и это очень тяжелое чтение. Но тем не менее, это великий писатель. Он, правда, уже давно на том свете, но вот у меня с ним есть связь. У вас связи со своими, а у меня со своими. Вот. И я всегда в конце программы сдаю своим гостям, гостям своим, простите, вопросы, которые мне прислал Марсель Пруст. Да. Вот. Постарайтесь на них ответить точно, и не слишком пространно, ну. Итак, на ваш взгляд, человек хозяин своей судьбы? Думаю, 50 на 50. А вторые 50 это кто? Это, я думаю, предназначено. Хорошо. Если вы могли изменить что-то в собственной жизни, что бы вы изменили? Может, вы ничего не хотите изменить? Не знаю. Убрал бы темную сторону. Убрали бы. Чем вы больше всего дорожите? Любовью. Вы испытываете или испытывали ли вы зависть кому-либо? наверно, наверно, да. А как по-вашему, какая ваша главная слабость? Как раз эта темная сторона, наверное, негатив. А ваши главные силы в чем? что есть возможность с этим бороться? Что бы вы хотели, чтобы было высечено на вашей могильной плите? имя? Имя. Игопи, да? Хорошо. Вообще, вы боитесь чего-нибудь? Есть ли что-нибудь конкретное? Нет. Главное, чего люди боятся, мне кажется, это смерть. Я смерти не боюсь. поэтому у меня абсолютно... Я могу делать поступки, я могу двигаться вперед. Вы за смертную казнь? Нет. Мне кажется, должен меняться. Что вы скажете Всевышнему, когда вы с ним встретитесь? Прости. Это был Сергей Павлов. Я понимаю, что не все вы поклонники спорта, и поэтому вас, наверное, не очень волнует результаты наших спортсменов на только что закончившемся чемпионате мира по легкой атлете, где они завоевали шесть медалей. Две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Много лета? Ну, это лучше, чем, скажем, последние годы, но все в сравнении. Скажем, американцы завоевали 29 медалей, в том числе 14-целотых. Ну, так что все относительно. Но, может быть, нас все-таки волнует то, что в очередной раз нашим спортсменам пришлось выступать без своего флага и без своего гимна. это все последствия антидопингового скандала, в результате которого российское антидопинговое агентство было лишено своих прав, ну, и наши спортсмены были вынуждены выступать нейтралами, как их называли, на Олимпийских играх. Это вас волнует? Ну, вот ВАДА, всемирное антидопинговое агентство, восстановило вот РусАДА в своих правах, что было непросто, это было даже мучительно трудно, но все-таки это произошло. И было такое ощущение, что, ну, теперь как-то вот все начинается снова, и все будет хорошо. Худшее позади. А нет. Недавно возникли серьезные вопросы к московской антидопинговой лаборатории. Возникли подозрения, что она совершила манипуляции с переданными ею допинг-пробами. Если эти сомнения, эти подозрения подтвердятся, то, как говорит глава РусАДа Юрий Ганус, наш спорт провалится в пропасть. Мы можем быть отстранены от Олимпийских игр и будущих, то есть летних в Японии и потом следующих зимних в Китае. Это вас волнует? Вот все выяснится послезавтра. Вас волнует, что в случае подтверждения махинации весь мир будет показывать на Россию пальцем и говорить, что вот мы обманщики и что верить нам невозможно. и это конечно будет касаться не только спорта. Это вас волнует? Вот меня это волнует очень. Удачи вам и приятных сновидений. Субтитры